Николай Петрович делает грабли, такие короткие. Сначала хотелось сделать длинные, но что-то там не пошло. Мы купили иглы, иглы, вот эти вот штуки, вот эти, которые сено гребут. Вот они. Стоит такая штука 275 рублей. Не везде продается, но не знаю, может кому надо, меня же местные смотрят. В общем, на выезде с Волгограда, как только заезжаешь, там прям мост проезжаешь, еще городище, можно сказать, начинается, там сейчас новый сельскохозяйственный магазин. Вот там они по 275 рублей. А если чуть дальше, на землячке, то там по 300 и на заказ. Мы купили 10 штук, но на те, на большие грабли. То есть у него есть свои, но он по времени, я так понимаю, уже не успевает сделать. А с этими что-то тоже не совсем так. Посмотрим. Поднялись, опустились. Вот так они и работают. Поднялись, опустились. Че, поднимаются, опускаются. Мало. А я не знаю. Надо, чтобы они выше поднимались. Вот представь, там полное сено. Ага. Куда делись? Надо, чтобы ход поршня больше был. Чтобы они вот так поднялись. Ну, а что для этого у нас делать-то? Ну, вот это надо. Подлились. Вот сюда куда-то. Вот так и живем. А у меня там сыр охлаждается. Так, друзья, пошла я. Мы в сыроварне, включилась не туда. Вот теперь туда. Друзья, сыр делаю, канистрата. Люблю его, не могу. Прямо до невозможности. Так. Че мы сейчас будем делать? Угадайте. Я уже насыпала туда закваску и хлористые кольца. Заливаем раствор сычужного фермента. Вчера вечером в ночь заквасила йогурт. Друзья, выставила температуру на мастер-шеф. На 40 градусов, на 6 часов. Ну и все, квасилась и квасилась. Видите, как говорится, хорошо заквасилась. Сегодня утром пришла. Думаю, сейчас заберу готовый продукт. Я не знаю. У меня мультиварка включилась сама. Кстати, она до сих пор работает. Я специально не стала вам выключать. Она, вот я сейчас только увидела, она у меня, представляете, на разогрев стала работать. А почему? Куда я нажала? Ну, короче, оно, видать, заквасилось, программа кончилась и начала дальше работать на разогрев. И в результате у меня получился вместо йогурта вот такой творог из цельного молока. Кислый, к тому же, представляете? Ну, йогурт вкусный, конечно. Вот сейчас он остыл, а был вообще горячий. Ну, то есть, надо было мне не выделываться, а сразу поставить на программу йогурт. А я подумала, так как закваска положила туда много, что вообще может перекиснуть. А как включился разогрев, вот это вам мешает смотреть, друзья. Это пресс. Я прессую тут свой канистратом. Вообще вкусно. Очень вкусно. Красиво. Это топленое масло. Прям свежайшее. Очень свежее и, естественно, очень вкусное. В такой литровой бутылке 900 граммов топленого масла. И стоит она 1800-2000 за килограмм. У меня сейчас есть еще одна бутылочка лишняя. Вот кому надо, литруху масла могу предоставить. Могу по почте выслать. Пересылку около 400 рублей. Так, друзья, хочу все-таки я вот этот сыр, который сделал для себя, хочу попробовать тонко порезать. Я его специально спрятала в пакет, ну, чтобы не заветривало. Я тоже вам сказала, да? Так. Тоненько такой. Ну, он, конечно, ему два дня всего. А может, три. Нормально получился. Мне нравится. Вот такой. Вы посмотрите, какая прелесть. Пластичный, то, что надо. Я люблю сыр без дырок. Дело в том, что у меня раньше сыр постоянно получался с дырками. Вот. И мне нравится именно без дырок. Хороший сыр. Ну, конечно, еще не выстрел. Не вызрел. Но, тем не менее. Колье становится. Я думаю, что все будет в порядке. У меня есть где-то полчаса. Чтобы их не проводить в суе, я сейчас пойду переоденусь и пойду грядки подергаю. Жарко, потому что с каждым часом все жарче, жарче, жарче. Вот. И если пока я закончу делать сыр, нам, друзья, еще надо будет ехать платить штраф. Пришло, в общем, сообщение о нашей аварии. Помните, мы в аварию попали? Сейчас вам все расскажу. В общем, мы, управляя средством ВАЗ-21099, государственный регистрационный знак, не выдавший необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, совершил столкновение с автомобилем Рено. Государственный регистрационный знак такой-то, под управлением такого-то, в результате чего водитель той машины потерял управление и совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, повредив его. Тем самым водитель Гермолин, то есть мы, нарушил пункт 1.5 ПДД РФ, ответственность за который предусмотрена статьей 12.33 выдержка, короче, повреждения дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, либо технических средств организации дорожного движения, которые создают угрозу безопасности дорожного движения, равноумышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия и тарам-парам. Ну, то есть, получается, мы платим штраф за то, что вот тот водитель врезался в ограждение. Как так? Признать, значит, нас виновным в совершении административного правонарушения и назначить штраф в виде 5 тысяч рублей. В соответствии со статьей такой-то административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления в постановление в законную силу. Так, в общем, при уплате штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения настоящего постановления штраф может быть уплачен в размере 2 500. Ну, то есть, друзья, надо ехать по-быстрому и платить. Вот. Потому что лучше заплатить 2,5, чем 5. Постановление вынесено 23 числа, 23 июня. Ну, то есть, время еще есть. Вот 2,5 тысячи надо поехать заплатить. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток. В общем, я не знаю, будут ли какие-нибудь еще репрессивные меры в отношении нас за ту машину, в общем, с которой мы съехались, как бы вот так. Не знаю. Вот это вот надо поехать оплатить. Только я что-то не пойму, а реквизит-то где? Друзья. А, вот есть реквизиты. Получатель платежа. Платежа. И так далее. Вот так. Хорошо, что мы там, в общем, машину только побили. Остались, как говорится, все живы и здоровы. Вот видите. Ну, зайка, она покладистая, она даст привязать. Этот белый, ненормальный. О, эти прискакали. В жару коров домой поить. Приводим. Да, фиг там она даст привязать. Кто-то мне писал в каком-то видео. Ой, да они коров, короче, бросают на пастбище, даже не поют. Зайк, сой, спокойно. Смотри, что. Иди отсюда. А я при чем? Ну, ты сначала она побежала. Ну, я буду молча стоять. Как в рот воды. Может, ей пшенички дать? Пшенички она будет есть и нет, сама. А эта сейчас вообще уйдет. Я на веревку сейчас наступлю. Хорошо. Ты видишь, в ноге застряла у этой. Намотай. Чего ты на ноги смотришь? Ты что, не видишь, что веревка? Вот. Блин, как ты меня доставай. Иди отсюда. Вот так. Вот там на поляне он привяжет. Жарко у нас прям печет. Вот здесь еще телята стоят под телегой. Эти два красных зашли на баз в прохладу. Так, это чье? Сейчас посмотрим. Так, это наша телочка. А ты что стоишь? Заходи. Иди тоже. И вон еще что-то там стоит. Тоже наша. Иди домой. Сейчас зайдут. Заходите. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 для того чтобы удобно было вот это все как бы вытащить и перемешиваем так вот мне сегодня не очень нравится сгусток будем работать со слабым сгустком такое тоже бывает бывают такие моменты когда слабый сгусток вот так вручную мешаю потому что сейчас вам мешалку подключена его в муку разобьет прям в пыль и вот так потихоньку для того чтобы его укрепить для того чтобы хорошо выделилась сыворотка вот так потихонечку потихонечку вымешиваем хочу делать сегодня зерно вот такое бывает включила мешалку так она у меня аккуратно промешивает но я думаю все нормально будет друзья производства сыра долгий процесс весь снимать не буду видео и так длинная пойду вам монтировать